Я рада приветствовать всех партнеров и клиентов компании Greenway. Меня зовут Ольга Пащенко, я ароматерапевт, аромапсихолог и парфюмер. Сегодня тема нашего прямого эфира и это ложезаболевание. Мы поговорим о насморке, о лините и я научу вас делать лечебные капли на основе натуральных эфирных масел из коллекции компании Greenway. Но с чего мне хотелось начать свой прямой эфир? Кто-то уже слышал, кто-то может быть нет. Но я понимаю, что все клиенты компании Greenway и партнеры компании Greenway и сама компания Greenway настроена на более натуральное использование максимально ингредиентов, каких-то компонентов как для уборки дома, так и вообще в целом по уходу за здоровьем. И не секрет, что сейчас в нашей стране очень популярно такое направление, как гомеопатия. И все очень активно используют ее. Ну, кто-то может быть не слышал, если кто не слышал, то это будет новая информация. А те, кто знает и активно использует, я бы хотела вас немножечко предостеречь. Потому что эфирные масла и гомеопатия вместе, так скажем, не используются. Так как эфирные масла являются антидотом для гомеопатии. И если вы принимаете курс гомеопатических средств в поддержку своего иммунитета, либо уже у вас как бы разработан и назначил какой-то курс гомеопата, и вдруг вы решили взять эфирные масла после моего прямого эфира, или кто-то вам порекомендовал даже там варомолампу дома для использования, то для вас это чревато тем, что просто тот курс, который вы проходите, он будет, так скажем, немножко в холостую. И никакого лечебного эффекта вы не получите. А в худшем случае, такие случаи у меня бывали в моей практике, что могут быть какие-то обострения. Поэтому, если вы принимаете гомеопатию, то эфирные масла вы убираете в сторонку, заканчиваете курс, предупреждаете своего гомеопата. Но я сталкивалась с тем, что не каждый гомеопат еще знает эту информацию. Но так как мы проверим, в нашем городе Новосибирске гомеопатия очень развита, и применение эфирных масел тоже, к моему счастью. У меня были такие даже сложные случаи, поэтому можно где-то в литературе увидеть, что эфирное масло мяты несовместимо с гомеопатией, эфирное масло лаванды. Но я могу сказать точно, абсолютно, что вообще любые эфирные масла являются антидотом. Поэтому для тех, кто использует гомеопатию, кто активно применяет в профилактических каких-то средствах, либо там для лечения, имейте в виду, что тогда вы полностью исключаете из использования эфирных масла. Это вот такое вступление. И надеюсь, эта информация будет для вас полезна. Что же у нас еще такое, на повестке дня очень активное, мне очень много пишут в директ и задают вопрос. Это, конечно же, по аллергиям. Но это тоже у нас относится к нам, можно сказать, и к ложзаболеваниям, и вообще в целом, как бы такое распространенное, когда начинается поленос, когда начинается цветение, начинаются проблемы, у кого-то там и конъюнктивиты, и риниты, и синусиды, и в общем, все что угодно, и кашель, и астматические приступы. Вы знаете, я, конечно же, сегодня эту тему с вами глубоко обсуждать не буду. По какой причине? Потому что это очень достаточно серьезно, нужно разбираться. И если у вас есть аллергия, то в первую очередь вам нужно разобраться и пойти к аллергологу, и затем уже только под наблюдением врачей. И если ваши клиенты, которым вы даете масла тестировать, а не аллергики, узнавайте, потому что это тоже важно. Вы знаете, это надо тогда иметь с собой какую-то сумку, которая может снять там анафилактический шок, там и там отек винки, и там все на свете. В общем, это все достаточно серьезно. Если человек аллергик, то очень-очень аккуратно рекомендуйте эфирные масла. Потому что все врачи знают, что любые какие-то экстракты, которые содержатся в натуральных, в сосудослуживающих препаратах, они для аллергиков исключены. То есть нужно использовать по минимуму. Я вот сегодня перед прямым эфиром специально даже общалась с заведующим нашим большим отделением детским терапевтическим. И мы с ней обсуждаем этот вопрос. Даже бывает, что если у ребенка, именно в детское, потому что всегда детям как-то хочется вообще исключить какие-то серьезные препараты. У взрослых тоже. Даже бывает, когда очень много виброцилы используют. Если у ребенка предрасположенность к аллергиям, бывают очень серьезные случаи. Поэтому исключайте. И я могу вам сказать, какие масла можно использовать, можно попробовать. Но опять же, не должны быть 100% натуральные. Не все, к сожалению, есть в коллекции компании Greenway. Но тем не менее, это, конечно, должно быть противовоспалительным. Рекомендуют ромашку, какие-то аллергические реакции. Но это нужно разбираться. То есть это нужно все только под руководством врачей. Поэтому, если говорить о полинозе и вот таких аллергических реакций, сказать, что вы там можете вылечиться эфирными маслами, есть такая практика, есть такой опыт. Но это только под наблюдением врача. И тут никакое самолечение. Поэтому я вам рецептуры дать не смогу. Но настоятельно рекомендую очень серьезно заняться этой проблемой. Что касается в целом вообще аллергических реакций и для тех людей, у которых у меня тоже очень чувствительная слизистая. То есть если я попадаю куда-то, где там пыль, где там какие-то, например, очень резкие запахи, даже бывают какие-то компоненты приезжают, парфюмерные, и они невысокого качества. Невозможно там все понять дистанционно, даже по паспортам, по документам. Я для себя, кстати, нашла спасение в ассортименте компании Greenway. Ну, конечно же, аналоговые продукты продаются. Но очень хорошее цена и качество. Это вот, наверное, кто знает уже вот это вот средство. Это у нас с ионами серебра. Revital Spray называется. VL Lab. Вы знаете, вот это средство может снять аллергический отек. То есть если вы не аллергик, а вы склонны к аллергическим реакциям, например, и у вас очень чувствительная слизистая, вот как у меня. Я вот эту вещь нашу всегда с собой, как она только появилась. Потому что всегда у меня есть в моей парфюмерной студии. Почему? Потому что когда ко мне приходят люди на мастер-классы, когда приходят люди, например, на аромодегустации эфирных масел и парфюма, то, конечно, может быть какая-то реакция. И вот дав вот этот препарат, то есть буквально 2-3 минуты, и вот этот аллергический отек проходит. Вот такое чудесное средство. Поэтому если у кого-то слизистая очень проблемная, очень чувствительная, с одной стороны это дар, когда чувствительно слизистая, ты все чувствуешь, ты все, я смеюсь, как собака. Но с другой стороны бывают проблемы. Поэтому вот эту вещь себе обязательно приобретите, это прям спасение. Поэтому так, чтобы нам предотвратить все вопросы, у нас в дальнейшем будут вопросы по аллергическим реакциям, это, конечно, должно быть только под наблюдением врача, и только нужно понимать вообще, что, от чего разбираться, потому что причин может быть очень много. Ну что, а для тех, кто у нас, так скажем, не аллергик, кто у нас, ну, человек, у которого нет каких-то там проблем, сегодня давайте мы с вами разберем, какие же можно масла использовать, когда у вас начался насморк, когда вы чувствуете первые признаки заболевания, как профилактику провести. Но я бы хотела все-таки достучаться до каждого из вас, потому что у нас бывает к врачам очень такое недоверительное отношение, либо кто-то очень не любит ходить в больницу. Я вам сегодня дам рецепты, но если вы 2-3 дня поболели, если у вас ухудшается состояние, если уже простой насморк, он может перерасти в гейморит, и в более серьезные какие-то проблемы, нужно обращаться к лору, нужно обращаться к терапевту, то есть нужно идти к специалистам, потому что только врач может поставить вам диагноз. И эфирные масла, они в большей степени имеют силу профилактики, когда мы в предсезоне начинаем что-то делать, использовать противовирусные, противовоспалительные масла, антигрибковые. Вылечить можно, но не всегда. То есть если у вас идет очень быстрое ухудшение, то, конечно же, нужно идти к специалисту. Поэтому я призываю вас не пренебрегать врачами, и всегда обращаться, если началось ухудшение, то пойти и понять вообще, что происходит. Только врач поставит четкий диагноз, потому что вы сами никогда не увидите, в каком состоянии слизистая. И, конечно же, мы все не являемся специалистами. Я точно так же хожу, и точно так же, когда понимаю, что что-то тут у меня пошло не так, я где-то упустила, может быть, я обязательно иду, и у меня тогда уже четкая картина, я понимаю, в каком состоянии у меня ткани, в каком состоянии слизистая, и как вообще дальше поступать. Как же составить капли? Ну, капли, конечно, составить достаточно просто. Можно взять флакон 5 мл. Вот если у вас остается флакон от эфирных масел, не нужно их выбрасывать, можно купить крышки, можно купить пипетки, помыть их. Есть, я знаю, что такая уникальная там паста и порошок в Гринвей, который мне там девочки хвастали, что все моментально отмывается. Есть себе тоже порола. В общем, очень эффективно, никаких запахов не остается, но единственное, что нужно менять крышки. Смотрите, я могу вам сразу сказать, когда сильная заложенность носа, и вот мы не дышим, то есть именно заложенность, не просто там водичка подсекла из носа, очень хорошо облегчает дыхание, это эфирное масло мяты. Но мяту можно, если мы говорим о детках, то только с возраста 6 лет. Раньше не нужно, то есть можно навредить. Поэтому всегда читайте противопоказания и смотрите, потому что есть масла, которые недопустимы. Также, например, как и эвкалипт. Эвкалипт очень облегчает дыхание, даже какие-то бронхолегочные заболевания, но оно тоже достаточно токсично, и его лучше использовать. Ну, я 6 лет своим детям давала, вообще рекомендую даже с 10 лет. Поэтому тут нужно смотреть, тут нужно все подбирать. И мы все очень индивидуальны. Я вам сейчас буду называть рецепты, а вы попробуйте, используя масла, подобрать свой такой аромакод, который вам помогает. Ну, как во всех прямых эфирах, я говорила, что те масла, которые вам максимально вкусны, это ваши ключи к вашему здоровью, и поэтому можно, основываясь на них, уже смешивать. Какое же масло еще очень эффективно у нас работает, если у нас какие-то тут заболевания, насморк, рениты и так далее. Это очень хорошо помогает у нас и герань, и чайное дерево, кедр. Конечно, жалко, что нет у компании Генгрии ромашка, она противовоспалительная, масло очень дорогое, поэтому вы можете просто покупать ромашку, либо собирать летом, заготавливать, для кого из дачи, и обязательно там полоскать горло, делать санации. Это вообще великолепное средство. Затем есть у нас лимон, розмарин и лаванда. Лаванда у нас является маслом противовоспалительным, поэтому, когда мы делаем смеси, нам нужно смешивать разные масла. Я сейчас вам масла разделю по двум группам, чтобы вы понимали, то есть, если у нас насморк, именно мы лечим, то группа А, масел, которая, так скажем, максимально эффективно помогает, к ней относятся у нас мята перечная, эвкалипт, герань, бергамот и розмарин. А вот масла вспомогательные, которые у нас тоже усиливают действие, и в синергии работают более эффективно, это у нас кедр, чайное дерево, ромашка, лимон и лаванда. И вот эти масла можно смешивать при составлении капель. Ну, какой рецепт там первый? В аромотерапии, чем меньше вы используете масел, тем лучше. Поэтому достаточно, на 5 миллилитров, например, там 4 капли, но я даже делаю на 10 миллилитров 4 капли. Например, можно взять одну каплю мяты перечной, одну каплю эвкалипта, но мы понимаем, что у нас тогда дети все старше 6 лет, если мы даем детям, затем лаванду, чтобы она снимала воспалительные процессы. И можно добавить, например, герани. И вы закапываете, но можно не заливать нос, например, я вот детям своим и себе вот беру просто и ватной палочкой и носовой проходом можно смазывать. Этого тоже бывает достаточно вполне. То есть заливать этим маслом не нужно. Всегда мы берем, можно взять виноградную косточку, но прекрасно подойдет миндальное масло. То есть всегда мы разводим все масла в базовом масле. Еще по-другому вы где-то можете встретить транспортное масло, такое обозначение. Вот в него добавляем, смешиваем и делаем. Если у нас это профилактическая история такая, то есть вот в межсезонье начинается и как заблаговременно, и мы хотим, например, чтобы ребенок пошел в детский садик, и нам нужно, чтобы мы немножко, так скажем, защитили от каких-то вирусов, от бактерий, то как-то раньше, я помню, там рекомендовали оксалиновую мазь, носик там помасать, ну себе так же там на работу. То есть сейчас вы можете точно так же взять, например, там на 5 миллилитров, вот у вас остался пустой флакончик, может быть, от того же чайного дерева, но капните туда буквально пару капель чайного дерева, и вот это послужит таким, так скажем, такой некой защитой. Я так же вечером пришел, и можно вечером смазать. Ну, когда ребенок у вас приходит из садика, либо идет в садик, я всегда очень рекомендую делать санации носовой спазу и полоскание. Почему? Потому что носоглотка у нас должна быть здоровой. Когда появляются сопельки, для многих это не секрет, особенно когда детки, да и взрослые, по задним стенкам стекает, получается, слизь, и от этого появляется еще кашель. Поэтому я рекомендую полоскать тоже горло. На литр воды мы берем, например, пол чайной ложечки соли, ну, можно там, ну, кто там выдерживает большой соляной раствор, ну, я все-таки люблю более комфортное, поэтому можно там такую неполную ложечку чайную соли там морской. И вот буквально одна капелька, например, чайного дерева и одна капелька лаванды будет проводить и антибактериальный эффект, и противовоспалительный. И этот же раствор можно налить вот в такой вот, если остался пустой флакончик, либо там, там от аквамариса бывает остаются, детка все часто покупает. И вот наклонив головку, вы делаете ребенку санацию. Есть разные методики промывания носа. Ну, почему, например, промывать нос я бы не рекомендовала, если вы это не умеете делать как-то быстро, профессионально, потому что инфекция может попасть в ушки, да, и это не секрет, потом может начаться атик. Поэтому, а вот делать санацию несколько раз в день, если профилактика, то два раза в день, а если уже ребенок заболел или вы заболели, то тогда, конечно же, это нужно делать, например, там каждые два часа и полоскать санацию и закапывать, мы тоже носим, можем там, три-четыре раза в день. Либо вот смазывать, вот что-то, капать я бы не рекомендовала, потому что заливаются все-таки там ворсинки, немножко будет ухудшаться и восприятие запахов, и достаточно, в принципе, смазав, вы получите там большой эффект, потому что мята настолько там пробивает, даже тут одна капля на 10 миллилитров, вот кто там, если сейчас кто-то есть такой, кто болеет, либо хочет носить, попробовать, вот этого вполне достаточно. Какие же еще методики, которые можно там эффективно использовать? Я вот приготовила, кто там показать, кто еще не знает, такой вот аромароллер, он называется у нас иммунитет, очень хороший состав. Тут есть масла, которых нет в коллекции, но они, знаете, очень мощные, там есть масло на йоле, оно из одной группы, оно тоже камфорное масло, из одной группы, как чайное дерево и розмарин, но там активного вещества гораздо больше, то есть оно гораздо мощнее. Вот я, например, если чайное дерево могу вдыхать, то вот на Юле, на Уле еще название не бывает, нет. Чем это удобно? Вы можете делать, во-первых, сухие ингаляции. Это очень удобно. То есть вы берете аромароллер, его можно положить в сумочку, он мало занимает места, и вот нанеся небольшое количество на ладошки, вот я себе тут, вы берете, так скажем, равномерно распределили, ручки домиком сложили, подышали, и тут еще пихта. Вы знаете, вот пихта, она очень хорошо облегчает вообще дыхание. И я надеюсь, если появится в компании Greenway пихта, то это будет очень круто, потому что это такое масло, которое вот и дыхание, то есть когда у нас насморк, и когда мы, например, кашляем, да, какие-то бронхолегочные там трахеиты, различного плана болезни, это прям спасение номер один. Но есть в аромароллере пихта, она достаточно ярко чувствуется, и она тоже очень хорошо облегчает дыхание, и она является противовирусной, и много-много у нее полезных свойств. И вот этот аромароллер, например, хоть тут и есть камфорные масла, которые достаточно, знаете, тонизируют очень сильно, но попробуйте, например, дню, ребенку или себе, если его уже дома прибаливаете, нанести на грудную клетку, там, на горлышко, чтобы вы этим дышали, да, вот как, например, подают соробразные, там, сопелки и так далее, то вот аромароллер, это такое готовое решение, то есть вы можете нанести, там, утром, вечером, вы будете ходить, вдыхать эти ароматы, это будет прекраснейшая профилактика. Даже можно там на спине область легких, например, если вы уже тоже там приболели, например, чуть подкашливаться, либо такое общее состояние и домогание, то уже можно нанести, у него минимальный расход, вот, и это тоже будет прекрасно работать, поэтому это такое вот спасение, и не нужно покупать много разных масел, поэтому смесь такая достаточно и доступная, и очень эффективная. Ну, если даже на работу вы с собой взяли, посидели, подышали, пошли, руки помыли, смыла, все, у вас ничего не пахнет и никого не раздражает, но тем самым такая тоже противовирусная у вас будет профилактика. Вот. Какой же, если говорить уже, я знаю, что очень многие боятся смешивать различные, там, например, капли, давайте мы, наверное, еще запишем с вами пару рецептов масел, именно в нос капелек. Также я буду вам сейчас говорить все дозировки именно на 10 мл. То есть мы можем взять также, например, там, две капли чайного дерева, одну капельку герани, одну капельку розмарина, одну каплю лаванды и, например, одну каплю мяты. Тоже будет достаточно эффективно. Вот эти масла, которые я вам назвала, группа А, группы В, их можно смешивать. Ну, конечно же, если уже на спорте, нам однозначно всегда нужно чайное дерево, лаванда, потому что это у нас является таким и антибактериальным, и противовоспалительным. Если даже у вас два масла, тоже можно сделать. Вы можете даже на 5 мл капнуть там по капельке, это будет достаточно эффективно работать. И, опять же, обратите внимание на эти масла, которые сегодня для вас представлены. Если вы еще не начали формировать свою там аптечку, своих таких ароматных помощников, это вот то, с чего нужно начинать, потому что они в себе содержат огромный спектр. Что касается гайморита, наверное, хотелось бы мне вам сказать, что гайморит делается серьезное. Когда-то у меня в детстве, я прям очень часто им болела, мне и прокалывали нос, я, наверное, очень много знаю еще из личного опыта. Конечно же, тут вообще желательно понимать, и самое сложное это следить, когда это у ребенка. Почему-то я всегда рекомендую обращаться к врачу. Но это, ребенок может жаловаться, что болит голова, идет очень сильное там давление на пазухе. Я уже говорила в прошлом еще прямом эфире, что можно делать и массаж, нанося на пазухе, можно добавлять и сюда и обязательно дышать. Но, конечно же, с таким заболеванием я бы рекомендовала сразу обращаться к врачу. Очень любят врачи делать кукушки, но тут, если дети маленькие, то там слизистую, конечно, можно там и повредить, и много противопоказаний. Поэтому, конечно, если уже безвыходная ситуация, то, конечно, можно сделать. Но, опять же, смотрите по возрасту. Но, в целом, соляные растворы и насколько там возможно крепкие. И, конечно же, нужно там промывать нос, не должно ничего оставаться. И старайтесь, те же масла, которые я, например, обназвала, они, в принципе, также эффективны. Ну, еще можно добавить, например, тот же базилик, ту же пихту. К методикам у нас применение эфирных масел что относится? Это у нас там сухие ингаляции. Если нам нужно поделать, еще можно теплые ингаляции. Не горячая, а теплая. Когда теплая вода, мы чуть-чуть капаем эфирных масел, молекулы ускоряются, эффективность больше, и можно подышать. Но не над кипятком, а вот именно над горячим. На теплом, то есть, наоборот, на теплом. Затем массаж. Когда у нас там нос, мы можем там массаж каких-то пазух, но очень легкими движениями мы тоже можем нанести, смешав эти масла. Смотрите, если вы хотите сделать смесь, то достаточно, если вот, особенно флакончики, я так понимаю, в любом случае у вас остаются по 5 миллилитров, туда достаточно 4-6 капель, чтобы не ошибиться. И в принципе, у вас передозировки не будет. То есть, 4-6 капель достаточно. Те масла, которые я озвучила, они будут активно, очень активно помогать. Затем, например, что еще можно сделать из полоскания? Из полоскания можно сделать еще такой вот рецепт, опять же, кто переносит мед. Можно сделать на 1 литр воды одну, взять чайную ложечку меда, капнуть туда, ну, в мед мы сначала, мед, это тоже является эмульгатор. Кто не знает, кто в первый раз сегодня. Эфирные масла не растворяются в воде. И когда мы принимаем ванны, и когда мы делаем для полоскания, когда мы делаем для санации носовых пазух, когда мы просто добавляем воду, нам всегда нужен эмульгатор. Эмульгатор может что у нас выступать? Это соль, это сливки, это мед, это вино. Есть еще разные твины, кто занимается различным творчеством, там, маловарением. Те знают, есть такой твин 80, твин 20. Ну, кто, у кого нет, как бы, то не нужно там в панике искать, то есть, в принципе, нормально соль проводит, хотя есть мнение, что там до конца не растворяет. Если вы хорошенько сэмульгируете, размешаете, то есть капните не просто, например, на соль эфирное масло и там в ванну, либо там вот на литр воды для полоскания, а вы хорошенько перемешаете все это, то все у вас, в принципе, нормально разведется и можете даже размешав посмотреть, плавают у вас эфирные масла или нет. Если размешали плохо, то вы увидите, какую-то часть может плавать у вас на самом деле очень часто бывает детям накапывают в ванну просто так, там какой-нибудь апельсин, а мандарин, кстати, детей так нельзя делать ни в коем случае, потому что однозначно будут в ожоге очень аккуратно. Так, продолжим. Смотрите, для полоскания еще горла, почему важно, когда у нас проблемы с носом, то есть вся у нас носоглотка должна быть чистая, то есть не должно инфекции никуда попадать, и нужно все там вымывать и выполаскивать нос и выполаскивать горло. На литр воды мы, значит, берем одну чайную ложечку меда, капаем туда одну капельку герани, на мед сначала, вот, затем одну капельку лаванды перемешиваем, так скажем, ложечки с медом и раствор делаем уже на литр, этого вот тоже вполне достаточно. Можно где-то у кого-то увидеть, что там пол-литра, но я, знаете, сторонник малых дозировок. Наш организм имеет свойство все накапливать, и плохое, и хорошее, поэтому если вы начнете сразу себе делать большие дозировки, у вас может прийти такое, что вы потом не сможете эфирными волосами пользоваться, либо они не будут вот так эффективны. Например, я себе, естественно, тоже делаю терапии, но, например, на мне не так быстро это работает, как на человеке, который не так много использует эфирные масла. Поэтому не надо от большой любви к себе увеличивать дозировки. И вот таким вот раствором вы тоже полоскаете. Если у вас там для профилактики, то можно там пару раз в день, а если вы уже приболели, например, чувствуете, что уже так у вас серьезно, там, ну, какого-то першения, там, да, кто-то зачувствует, там, человек больноват, там, или некомфортно при глотании. Ну, вот в этот раствор еще можно добавить чайное дерево, потому что чайное дерево, у нас, конечно, там от всех бед один ответ. Поэтому также можно эффективно принимать. Очень хорошо вот этот раствор, например, где мы используем только лаванду, и только герань, помогает от ларингитов. Вот на прошлом прямом эфире мне задавали вопросы, если у кого-то там есть осиплость, там, голос какой-то неприятный после болезни. Ну, мне мята во всем хорошо помогает. Но вот это вот полоскание, оно тоже убирает першение, потому что снимает воспаление герань, и лаванда, они такие, знаете, у них очень сильные противовоспалительные действия у этих эфирных масел. Поэтому герань вообще эффективно применять там при лечении, вот так скажем, носоглотки. Поэтому добавляйте, хотя он там и по женским, всяким гормональным делам, я его тоже очень активно рекомендую. Так что имейте в виду. Затем еще мы можем, например, что делать? Если у вас там нос, насморк, вы чувствуете, что и начинает горло болеть, то хорошо эту часть горлышка тоже намазывать. Либо вы можете взять вот аромароллер готовый, либо вы можете сделать себе самостоятельную смесь, куда вы можете добавить, например, ну, тоже можно взять пять миллилитров, флакончик, который у вас там, например, остался, и добавить туда две капельки лаванды, две капельки, например, кедра и там две капельки герани. И вот можно наносить. Поэтому также можно добавить, конечно, чайное дерево, тоже будет хорошо помогать. Но смотрите, чтобы у вас, например, не было такого, что если вы гипотоник, то обратите внимание, лаванда может еще больше понизить давление. Поэтому я назвала масла, я сейчас еще раз их повторю, которые я рекомендую, которые у нас здесь представлены. Но если у вас пониженное давление, то с лавандой очень аккуратно заменить ее чем-нибудь. Можно там той же геранипе, потому что она тоже дает очень сильный противовоспалительный эффект. Если вы гипертоник и у вас повышенное давление, то вам нужно аккуратно либо вообще убрать розмарин и очень аккуратно, то тоже с чайным деревом. Очень-очень аккуратно. Если эти масла использовать вместе, то они могут один компенсировать действие другого. То есть, например, если вы хотите розмарин добавить, но у вас высокое давление, добавьте лаванды, чтобы у вас и эффект был очень высокий и, соответственно, давление несколько днуло, потому что это возможно. Если вы хотите добавить лимона и, например, какие-то начались у вас, и вы знаете, что у вас может быть гайморит и есть предрасположенность, если вы хотите добавить себе лимончика к тому же чайному дереву, той же лаванды, его тоже нужно использовать. Имейте в виду, что оно очень фототоксично. Если у нас в Сибири тут не очень солнцем, но если вы живете где-то на югах и у вас солнце активное или вообще в странах, потому что компания Канлея Международная, я знаю, что есть многие, пишут мне из Испании и из других стран, где с солнцем все в порядке, то вам нужно очень аккуратно с лимоном, потому что у вас сразу могут появиться пигментации. Почему еще я обращаю внимание на то, чтобы дозировки были у вас минимальные, потому что идет достаточно серьезная нагрузка на печень, поэтому очень аккуратно смотрите, отслеживайте. Если вы только начали использовать эфирное масло, масло, отслеживайте ваше общее состояние, хорошо вам, плохо ли, но и помните, что такой первый важный момент, ключ к вашему здоровью, это, конечно же, те масла, которые вам приятны, но, вы знаете, есть такой момент, например, если вам масло резко неприятно, прям вообще, это тоже является таким неким триггером, и тоже нужно посмотреть, какое направление, например, как герань розовая, герань тут обыкновенная, тут, скорее всего, египетская идет, вообще на герань бывает у женщин очень сильная реакция негативная, и это говорит о том, что могут быть проблемы, какие-то сбои в женском гормональном фоне, поэтому вот эти все моменты, даже вдыхая ароматы, вы можете делать себе некий такой срез по вашему здоровью, то есть, как вы реагируете на ароматы в таком состоянии в вашем организме, если, например, вам не нравятся все камфорные масла, ни розмарин, ни чайное дерево, ни кипарис, ни там, что там еще возможно вас там послушать, это говорит о том, что у вас немножко в дисбалансе может находиться ваша иммунная система, и нужно срочно какие-то иммуномоделирующие препараты использовать, поэтому слушайте себя обязательно, используйте для профилактики, обязательно используйте дома в аромалампе, затем, если у кого-то есть аромодиффузор, это еще лучше, если у вас есть аромодиффузор, либо нет, вы хотите приобрести, я вам бы рекомендовала приобрести электронный, который именно с функцией, например, лучший увлажнитель воздуха, потому что включается отопление, воздух сухой, и конечно же от этого тоже подсыхает слизистая и могут возникнуть проблемы, обращайте внимание, чтобы в этом аппарате была специальная функция для эфирных масел, аромалампа, есть, знаете, двояркое мнение, масла нагреваются, они там подгорят, и в общем-то как бы не очень как бы хорошо это, кто-то забывает, если у кого-то там дети там, если не дай бог опрокинули там огонь, то все-таки электронный аромодиффузор и увлажнитель воздуха это более оптимально. Также та же аромоуборка, вот те масла, которые представлены, используйте в аромоуборке, добавляйте, и если вы будете использовать там, например, и диффузор, и убираться, если у вас там чуть-чуть чувствуете, что ребенок там начинает, либо вы сами там не очень себя хорошо чувствовать, делайте там санации, пополоскали, капельки, вот как я вам рекомендовала, там даже самый простейший, там лаванда, там чайное дерево, это уже вас, скажем, будет предостерегать каких-то заболеваний, которые там достаточно неприятны, и болеть, конечно же, не хочется. Вот, ну, если коротко, наверное, это все, что я вам приготовила, давайте, наверное, сегодня я для вас оставлю немножко больше времени для вопросов, потому что обычно у нас как-то этот блок всегда очень-очень сильно сокращен, и мы с вами не можем пообщаться, поэтому, наверное, мы сейчас откроем комментарии, и вы можете задавать вопросы, вот, а я с вашим удовольствием вам на них отвечу. Вопрос первый, какие дадите рекомендации при бронхите? Ну, при бронхите, конечно, нужны хвойные масла, нужно там и дышать маслами, есть кедр, есть чайное дерево добавьте, в том, у нас прям в эфире мы как раз там разбирали бронхит, попробуйте также сухие ингаляции, вот тот же аромароллер, который у нас есть, иммунитет, потому что там есть и пихта, и есть и противовирусный тот же наёли, и кайдпут, очень хороший, там состав очень мощный, поэтому, ну, и соответственно, нужно пить еще дополнительно, ну, это уже, наверное, каждый лечащий врач назначает, нужно выводить мокроту из легких, и тут уже препараты, те, которые по возрасту, я сегодня давала все рекомендации относительно взрослых людей и детей, которые после шести лет, если дети младше, то, конечно же, уже нужно отдельные консультации, потому что детки, это не маленькие взрослые, с ними, знаете, там другая история, но тоже вот чайное дерево, одна капля на пять миллилитров, можно ребенку, там, с трех лет, смело носовые пазухи для профилактики протирать, а бронхит у нас, конечно же, лечится хвойными маслами и эвкалипт, но он токсичный, то есть важно, сколько вам лет, и еще смотрите, например, если вам 55+, как бы это обидно не звучало, я знаю женщин, которые в Гринвей в 60 выглядят просто изумительно и восхитительно, но есть физиологические моменты, то дозировки у вас уже будут, как и у детей, то есть если говорить по дозировкам, сколько брать, то у нас минимальные дозировки идут, какие-то масла можно от года, но если мы говорим 6 лет, то у нас там 5-6 капель на процедуру и можем увеличивать до 10, то вот уже кто в возрасте, у вас тоже дозировки как детские, то есть минимальные, имейте в виду. Следующий вопрос? Да. Врачи не рекомендуют капать нос в масляный раствор, говорят, что будут склеиваться волосики, это плохо или нет? Вы знаете, да, врачи рекомендуют, они это эфирные масла, хотя эфирные масла это спирты, как бы не фактически, а точно. Отслеживайте по своему состоянию, потому что, например, вот я эту осень болела, у меня у самой был гаэморит, и мне масляные растворы не очень сильно помогали, потому что я где-то подзапустила, я там летала, улетала, и как-то у меня так, видимо, все накопилось, поэтому, но если мы говорим о профилактике, и вот только начальной стадии, то вот по своим наблюдениям ничего такого подобного сильно не происходит, но если вы, например, используете вот те, например, растворы масляные, которые я вам продиктовала, и вы чувствуете, что у вас нет никаких улучшений, а ухудшения, конечно, убираете. Вы знаете, аромотерапия, это все очень индивидуально, что хорошо, например, поможет вам, то совершенно не может сработать там даже на вашем супруге, на ваших детях. И масла, почему я назвала разные масла, потому что у кого-то одно сочетание хорошо сработает, у кого-то другое, и вот этим занимается аромотерапевт и специалист, который именно помогает подбирать. Всегда делайте себе аллергопробы еще, это очень важно, когда мы на сгибе, там капаем, например, две капли базового масла, можно взять там любую, хоть виноградную косточку, хоть ментальное масло, потом добавляем эфирное масло и смотрим, вообще, как у нас вообще организм реагирует, там вообще нам приятно, неприятно, как кожа среагировала, и тогда вот вы найдете свои ключи. Вообще, да, я знаю, что они рекомендуют, но на самом деле, если не заливать, вот я повторюсь, смотрите, не нужно заливать прям там с пипетки, а возьмите вот просто вот именно вход, именно где, ну, носовой уход, именно вход, как вот оксалиновой мазью там раньше мазали, и тогда у вас волосики, которые находятся внутри, они не пострадают. Так что порекомендуете при ларингите? Ну, при ларингите, как я и говорила, попробуйте вот полоскать, полоскание, еще раз я повторюсь, это вот на литр воды там меда, но если опять же нет проблемы с медом, если с медом есть проблема, там непереносимости и так далее, ну, разная бывает реакция на мед, то тогда мы там берем, например, там, ну, там, чайную ложечку соли, мы капаем там одну каплю герани, одну каплю лаванды и полоскание там, полоскание там, ну, два-три раза в день, ну, если там форма тяжелая, там, ну, до четырех можно. Про бронхит просят уточнить про дозировки. Вы знаете, у меня большая просьба, если вы спрашиваете, пишите, какой возраст, потому что это очень важно. Если бронхит, например, мы делаем ингаляции, теплые мы дышим, да, то этого достаточно нам одну-две капли, не больше там, того же, например, кедра, того же эвкалипта. И опять же, если вы взрослый человек, то есть если ребенок, потому что, чтобы у меня было понимание, то есть для кого эта дозировка. Если мы берем, например, и наносим на грудную клетку, на область и проекцию легких, то запомните, где-то на 10 миллилитров флакона достаточно 6, там, 8 капель. Но мы не включаем сюда, например, ту же корицу. То есть мы включаем только те масла, которые вот сейчас здесь перечислены, они тоже будут эффективно работать и вообще с легобронхочными заболеваниями. Но корицу можно добавлять. Она не совсем пахнет корицей в Гринвее, она пахнет немножко гвоздичной нотой есть. Но это только потому, что она сделана из листьев. Это горячее масло, которое очень хорошо ускоряет микроциркуляцию. Его можно добавить, но не более одной капли. Но опять же, проверьте, насколько у вас реакция, потому что оно может вызывать сильные аллергические реакции и раздражение на кожу. То есть если все нормально, аллергопробу сделали, но именно корицу проверяйте, например, три капли базового масла, одну капельку корицы. И посмотрите, какая у вас реакция. Если все нормально, то может чуть-чуть покраснеть. Если чуть-чуть покраснело и прошло, ну как бы это в пределах нормы. И вот если у вас какие-то бронхиты тяжелые, то вы можете добавлять сюда одну, можно максимум две капли на 10 мл и наносить на проекцию легких. Вот это будет помогать ускорять кровообращение. То есть все нужно аккуратно делать. Спрашивают, что посоветуете для ванны? Можно ли вообще использовать и как лучше разбавлять? Смотрите, при бронхитах, вот именно при каких-то легочных заболеваниях есть два мнения. Ну, я, если честно, боюсь не детей своих, так не делал. Но я знаю такую методику. То считается, не хватает влаги. Начинается зима, отопление, очень сухой воздух, мы дышим, не хватает влажности. И врачи даже очень опытно рекомендуют, например, взять ребенка посыпать в теплую ванну, то есть он подышит парами, там, солью. Но я своих боялась, если честно, и сама почему-то боюсь. Я не знаю почему, но есть какое-то у меня там такое, ну, не хочется. Я не экспериментировала. Если вы человек здоровый или вот вы как бы таких экспериментов готовы себя подвергать, ну, это уже как бы на зону вашей ответственности, я, наверное, сейчас давайте расскажу про профилактику, да. То есть если мы заходим в сезон, в межсезонье, там, да, вот болезни, там, осень, весна, и мы хотим себя просто подготовить в свой организм и попринимать такие лечебные ванны. Смотрите, запомните, герань очень эффективное масло, но мы его более 21 дня подряд не принимаем. Лаванда, которую я вам везде рекомендовала, во всех, так скажем, рецептах, прекрасное масло, но если вы, опять же, например, употребляете гомеопатию, если вы пьете йодосодержащие, железосодержащие какие-то, не продукты, а именно лечебные препараты, то тоже как бы немножко несовместимы. Поэтому вы не пьете там железо-йодосодержащие препараты, у вас нет гомеопатии, и вы просто такие, сейчас вам я распишу курс, например, профилактические там приемы в ванну, то есть вы можете добавлять и в аромасла в ванну. В ванны вообще рекомендую, и как я уже тоже там испытывала, конечно, там чем больше морской соли, тем лучше, да, там можно и полкилограмма соли, потому что в ней очень много микрокомпонентов, можно и килограмм, у нас вот в Сибири продается рапа, это вот с соленых озер, такая очень лечебная соль, может быть, у кого-то тоже в аптеках есть, обратите внимание, потому что ученые, которые делали исследования, я была в Израиле на Мертвом море, и была тут у нас на соленых озерах, мне почему-то показалось, что у нас не хуже, я начала, так скажем, немножко поглубже разбираться, и я могу сказать, что вот соленые озера, которые есть у нас тоже в стране, вот у нас там в Алтайском крае много, они тоже достаточно целебные, вот эту рапу продают, и вот в рапу вы добавляете эфирные масла, смотрите, если вы начинающий, вообще человек, который только-только начинает первые шаги делать, запомните, 5 капель эфирных масел для ванны, но ванна теплая, комфортная, не горячая, вполне достаточно, то есть больше не нужно, есть методики там по увеличению до 15 капель, потом больше-меньше, но мы давайте разберем самый простой вариант, который вам тоже поможет, ванны лечебные вы принимаете через день, например, сегодня вы пришли после работы, приняли лечебную ванну, посмотрели, что у вас есть в ароматеке, вот противовирусные масла, которые я сегодня для вас прямо отдельно выставила, все остальные убрала, вы можете добавить, если вы просто, например, принимаете ванну, вы можете добавить там и того же апельсина, например, который вам приятен, но вот если говорить о иммунке, конечно, нужно добавлять камфорные масла, то есть вы добавили 5 капель разных масел, и вам должно быть приятно, вы знаете, в ароматерапии есть основной такой закон, что вам должно быть максимально вкусно, вам должно быть максимально приятно, поэтому ванну вы принимаете с теми маслами, которые вам приятны, но добавив из той коллекции, которую сегодня, например, я вам озвучила, ну, посмотрите, что еще у вас есть, на соль накапали, хорошенько перемешали, там, сколько вы взяли там, ну, кто-то может возьмет там 2 столовые ложки, кто-то полкилограмма, кто-то килограмм там лепчебной соли, растворили, и ванну вы принимаете 10-15 минут, больше не нужно, у нас почему-то бытует мнение, там, весь там чуть-чуть побольше, вы знаете, есть даже девочки из Гринвей, которые там, не поверив мне, делали эксперименты, особенно взяли там, ну, не секрет, что, например, лемонграсс, там, тот же там, грейпфрут, та же корица, это те масла, которые улучшают там, лимфоток, антицеллюлитный эффект, и так далее, вот они такие ванны из себя делали, бодрящие, ну, как бы плоховато там было, и уже не спорят, так скажем, больше со мной по длительности приема ванны, поэтому, вот запомните, 10-15 минут, это вполне достаточно, но кто любит поэкспериментировать, может и поэкспериментировать, но знаете, чем опасно, то есть, если у вас сопротивляемость и вообще организм, как бы вы такие сильные по природе, то вы можете сказать, вообще, ну, что 15 минут полежало, что там 20, что 30, ничего у меня не произошло, но все будет идти накопительным эффектом, а потом, может быть, раз как-то печень себя не очень хорошо чувствовать, либо у вас какое-нибудь будет вообще отвращение к эфирным маслам, такое тоже случается, поэтому не злоупотребляйте и не превышайте ни дозировки, ни длительность приема, и вот эти вот лечебные ванны вы можете принимать через день, и курс у вас либо 7 дней, либо 14, этого вполне достаточно, либо там, ну, 21 день там максимум, но через день, то есть день принимаем, день не принимаем, день принимаем, день не принимаем, ну, если у вас там случайно там, там 2 капельки, там, ну, больше 5 упадет, ничего страшного, там, да, можно там до 10, до 15, но 5 вполне достаточно. Спрей для орошения, какое посоветуете масло в качестве базовой основы? Смотрите, в спрей для орошения, да, туда идет не масло базовое, туда идет у нас вода теплая, кипяченая, вы, как я и говорила, можете развести литр воды, теплая вода, вы добавили туда соли, не полную, например, чайную ложку, это будет, не будет обжигать вашу слизистую, там, и травмировать, да, ну, как на море мы же купаемся, у нас там все в порядке, наоборот, соль очень хорошо вытягивает, поэтому, ну, смотрите по вашему восприятию, чтобы вам было комфортно, и вот сначала в соль мы капаем, например, тоже там лаванду, там, тоже чайное дерево, которое у нас там одно, там антибактериальное, второе у нас противовоспалительное, и размешав уже это потом, мы переливаем в емкость для спрея, базовые масла у нас идут, если мы делаем капельки в нос, и очень хорошо миндальное масло базовое, тогда мы просто добавляем, мы тогда уже не орошаем, но со мной просто мы смазываем, там, берем ватные палочки, там, носовые, он там, пазухи, там, немножко смазан, там, не заливаем, да, вот эти ворсинки, о которых мы говорили, потому что, конечно, да, не рекомендуют лор-врачи этого делать, ну, и на самом деле, вы знаете, вам тоже будет этого достаточно, потому что все равно нос это слизистая, и когда эфирные масла попадают на слизистую, достаточно быстро идет эффект, и попадание там в клетку, поэтому вот надеюсь, что я объяснила. Что порекомендуете для того, чтобы побыстрее вернуть обоняние после болезни? Тут спрашивают просто-просто болезни и после ковида. Смотрите, эта тема на самом деле достаточно серьезная, и у меня в моем правда аккаунте есть прям отдельный пост, но я сейчас вам объясню, что происходит. Как вернуть обоняние? Вам нужно восстановить свои нейронные связи, то есть у вас нос, почему пропадает обоняние, да, у вас могут какие-то травмы, полипы там, то есть если нет каких-то там, ну, мы сейчас об этом не говорим, да, то есть нет никаких проблем, именно, ну, как с нашим там аппаратом, у нас там болезнь прошла, там, ковид, либо гайморит тоже, да, он тоже, кстати, дает вот, чтобы идти потери обоняния и так далее. Вам нужно восстановить нейронные связи, вам нужно делать обонятельную гимнастику, которую делают профессиональные парфюмеры, что я рекомендую. Если у вас, например, на сегодняшний день нет эфирных масел пока, да, и вот там только что-то хотите приобрести, тогда вы просто подходите, например, берете кофе, ну, все знают, как пахнет кофе, там, дома, если там, вам нужно как будто бы вспомнить ароматы, то есть вы подходите, вдыхаете и визуализируете этот аромат, и представляете, там, не знаю, закрываете глаза, там, круассан, там, либо ваш любимый, там, зеленый чай, вон там, в конце концов, как пахнет там порошок, там, как пахнет там духи, там, любимого мужчины, там, как ваши духи, то есть вам важно делать обонятельную гимнастику, но если есть эфирные масла, это еще лучше, нужно 3-4, там, желательно 5 раз в день, вы подходите и буквально там по 5 минут открываете эфирное масло, вы берете его, например, ну, я бы села, вот, первое, которое мне попалось, там, розовое дерево, берете, вдыхаете, оно пахнет, открыв его, вы прям визуализируете и вспоминаете, ну, важно знать именно те запахи, которые, здесь какие-то новые ароматы, это будет сложно делать, если вы так будете делать, например, каждый день, то обоняние будет восстанавливаться, я знаю, что еще бывает после болезни искажаются ароматы, но вот обонятельная гимнастика, все парфюмеры так тренируют свой нос, они ставят, ну, там, ставят вслепую, например, ароматы, важно запоминать, важно, как они пахнут, поэтому обонятельная гимнастика, Ее даже сейчас все лоры рекомендуют. Вы можете так натренировать аппарат, чтобы потом будете так же все воспринимать, как парфюмер. Это очень полезно, когда нейронные связи восстанавливаются, это вообще в целом как бы хорошо. Поэтому найдите время, не поленитесь и делайте такую гимнастику 5-6 раз в день. Нет масел, вспоминайте, как пахнут духи, вот все эти, например, предметы, продукты, которые вам знакомы, вы точно знаете и помните эти запахи. То есть вы подошли, обычно как происходит у людей, они подходят, берут, например, что-то нюхают, говорят, блин, я ничего не чувствую. Хорошо, я ничего не чувствую, но как это пахло, как это должно быть пахнуть? И прямо вспоминайте это, это такой даст толчок. Потому что нарушены нейронные связи, не нарушен, не сломан нос, нет никаких полипов и так далее, каких-то таких серьезных проблем. Что посоветоваете при зубной боли? Ну, зубная боль, знаете, хорошо снимается гвоздикой, но, к сожалению, ее нет в ассортименте компании Гринвейм. Если компания будет расширяться, то нам, надеюсь, введет эту позицию. Ну, здесь, когда зубная боль, я, конечно, рекомендую доктору пойти к стоматологу. Это тоже важный момент, потому что непонятно, что происходит. А так вообще гвоздика хорошо помогает. Не наша тема, но тут прям сразу несколько вопросов. Спрашивают, что рекомендуете для блеска волос, если волосы очень жирные или очень сухие? Смотрите, если волосы очень жирные, да, очень хорошо вам поможет чайное дерево. И можно с помощью эвкалипта добавить, если не убирают, они нормализуют. И с чайным деревом даже можно поделать масочки, например, да, там развести. Смотрите, чтобы вам сориентироваться, например, вот столовая ложка, но они бывают разные, но примерно одинаковые. Это где-то примерно 10 миллилитров. Если чайная ложечка, это примерно 5 миллилитров. И если мы говорим о восстановлении, если жирный волос, там, да, нарушен сегл, там, обмен, то вот чайное дерево – это прям самый лучший помощник. Вы возьмите в чайную ложку, например, добавьте 5 капель эфирного масла, чайного дерева. Сделайте себе там, ну, как такую аппликацию, да, перед тем, как вы голову будете мыть. И вот помыли. Вообще можно также обогащать шампуни. Сколько разовый? Ну, вот я там два раза голову, например, мою. Можно обогащать, там, куда-то отлить, например, сколько вы там, сколько вам нужно. Видите, волосы у меня там короткие, у кого-то там длинные, там. Но в целом вот на разовую дозу, если мы говорим также в миллилитрах, там, сколько у нас может быть, там, ну, 100, мне кажется, 100 грамм, там, 100 грамм, наверное, многовато. Ну, если, например, у вас там, там, столовые, там, 3 ложки, там, да, там, и вы моете. Также можно добавить, там, в шампунь, там, там, 3-5 капель для обогащения. Вообще, на самом деле, для блеска, там, для ухода очень хорошо бергамот. И еще, смотрите, у нас есть прямой эфир, называется там эфирный масла для красоты. И мы там прям для волос, я очень много рассказываю, даю прям рецептуры, которые очень хорошо помогают. Поэтому я бы рекомендовала вам туда зайти. Но вот бергамот, он тоже для ухода вообще великолепен. Поэтому я рекомендую тоже обогащать шампуни, маски и бальзамы для волос. Если волосы очень сухие, ну, эффективное такое есть, там, кокосовое масло органик. В него тоже можно добавить, например, там, тоже масло, там, герани, там, бергамота, там, для ухода. Зайдите, типа, ледитесь. Очень два хороших таких мощных прямых эфира мы делали, готовили как раз на эти темы. Я думаю, вы найдете там массу вообще полезной информации. Поэтому, надеюсь, что посмотрите. Вот продолжение темы про запахи. Спрашивают, если запахи вернулись, но исказились, мандарины пахнут чем-то тухлым, и вообще все остальные запахи тоже стали другими. Как можно стабилизировать? Ну, вот смотрите, точно так же, как я и говорила, делайте обонятельную гимнастику, старайтесь визуализировать. То есть, ваша задача, то есть, у вас нейронные связи, там, как-то восстановились, но некорректно, да, это, знаете, как сбой программы идет. Поэтому старайтесь вдыхать, и как это должно пахнуть. То есть, вот пахнет ли так, а вот вспоминайте, как этот запах. То есть, вот вся задача восстановить нейронные связи. Вопрос. Чихание после смазывания пазух лавандой – это аллергия? Возможно, да. Возможно, индивидуально. Вообще, смотрите, то есть, какие у нас, какая может быть аллергическая реакция? То есть, вы взяли там, смазали, начали чихать, как-то сопли, слизистая, конечно, это вот аллергическая реакция. Значит, убирайте, там, этого не нужно, потому что, конечно, может пройти привыкание, но лучше убрать. Попробуйте ромашку, там, найдите. Она, правда, очень дорого стоит, но эффективно там разводится. Вопрос. Почему от почули начинает болеть голова? Аллергия ли это тоже, спрашивают? Смотрите, есть индивидуальная непереносимость, и это нормально. То есть, вы знаете, не бывает такого, что вот что-то там всем идеально подходит, и нет никакой реакции. Если у вас от чего-то болит голова, если вы себя чувствуете дискомфортно, неважно, какое эфирное масло, какое бы оно там ни было волшебное и полезное, не нужно его использовать вашему организму в данный момент. Это не является ресурсом и ключом к исцелению. Наверное, вот так вот, если очень коротко ответить. Так, сейчас я потерял вопрос. А из каких масел можно сделать массажное масло от боли суставов, плечо, колено? Так, суставы, немножко другая тема. Знаете, давайте мы отдельно прям сделаем прямой эфир по суставам. Но первое, смотрите, что, если так вот вам быстренько сказать, ну, можно добавить герани, оно все равно там противовоспалительное, можно добавить лаванды и добавьте кедра, потому что кедр, он дает такой некий дренажный эффект. И давайте на 5 мл сделайте себе, например, 2 капли герани, 2 капли лаванды и 2 капли кедра. И посмотрите, какой будет эффект. Это все очень индивидуально подбирается, поэтому вот если прям быстро вам ответить, то вот можно так. Тоже несколько сразу вопросов про зубную боль, если она периодически есть, чем, каким запахом можно помочь ее немножко снизить? Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас научился понимать, вот смотрите, когда у нас что-то болит, мы лечим, это у нас уже там последствия. Нужно разбираться всегда в первых причинах. Зачастую бывает зубная боль, это не зубы, это бывает неврология. И бывает сыводи, да, почему бывают лицевые какие-то параличи, а болят точно так же, как и зубы. Поэтому, вы знаете, я вам рекомендую, если у вас периодически возникает зубная боль, вы сходите к врачу на консультацию. Пусть он, если у вас нет никаких проблем, то, возможно, это у вас нервная. Возможно, нужно подышать там той же лавандой, тем же там кетром, тем же ланг и лангом, если вы, конечно, не гипотоник, успокоятся и все пройдет. То есть тот же бензоин, например, который есть в коллекции, он очень хорошо стабилизирует нервную систему. Ну, я, если честно, склонна к тому, что все болезни от нервов, поэтому нужно разобраться, очень часто такое бывает. У меня у самой так же было, если я пришла к врачу и думала, у меня там что-то вообще там уже, аж челюсть там оказывается, он как бы перенервничал, и такой вот эффект. Такое возможно. Если что-то периодически, постоянно болит, ищите первопричину, следствие. Можно долго бороться, но важно найти и установить. А это может сделать только специалист. Какое посоветуете наиболее эффективное сочетание, чтобы убрать запах животного в доме? Есть кошка и собака. Смотрите, если ваши любимцы могут погадить где-то, то вам обязательно нужно купить лемонграсс. Они его, знаете, не переносят. И прям не разбавляя, берете лемонграсс, ну, сейчас я его здесь не подготовила, потому что тема немножко другая, вы берете прям, ну, там, неважно, флаконы такие же, не разбавляя, вот он мне подает чуть поближе. Вот смотрите, вот таким образом выглядит лемонграсс. Он волшебное масло, во-первых, настроение будет улучшать. Вы берете, открываете его. Кстати, вот многие задают вопросы, но я хотела бы знать, что, то есть, чтобы вы знали, в Гринвей, когда масла новые, вот такая идет заглушка, и все начинают капать, ничего не капает. Всегда есть септа, то есть одну вытаскиваете, септу вставляете, и все у вас нормально капается. То есть вы берете и прям вот в те места, где ваш там котик, собачка, там, у вас маленькие собачки тоже там гадят, да, когда их там не водят, прям накапываете лемонграсс в эти места, и туда они больше ходить не будут. Вот, и лемонграсс, он убирает ароматы. Смотрите, запахи еще очень хорошо убирает мята и лимон. То есть вы можете сделать какую-нибудь такую смесь, сделать там спирту, например, либо водно-спиртовой, например, водки растворить, взять там 2 столовые ложки водки, сделать его 10-процентным. Ну, то есть если у вас там объем определенный, там, то 10%, может быть, эфирных масел будет достаточно сильно пахнуть, водки развести потом в воде. Но тогда можно сильно встряхивать, и тогда в комнате тоже будет хорошая нейтрализация. Ну, по углам везде, где ваши любимчики любят погадить, вам подпортить чуть-чуть воздух, обязательно накапываем лемонграсс. Это прям спасение. Давайте последний вопрос. Девушка спрашивает, на су-сухости корки каким маслом можно это снять? Смотрите, на су-сухости корки есть такой сухой насморк, тогда вы берете миндаль, потому что он базовое масло миндаля, он более питательное, и добавляете туда те масла, которые, во-первых, воспаление снимают и как бы увлажняют. Мы берем тогда лаванду, например, на 5 мл берете 2 капельки лаванды и 2 капельки герани, и тоже как бы смазываете носовые пастухи, не заливаете, да, ворсинки. Ну и попробуйте вот обязательно, если еще не пробовали, вот такое средство. Можно посмотреть по применению, по длительности. Тоже очень хорошо помогает. Я всех очень была рада видеть на прямом эфире. Спасибо вам за вопросы. Ну и до новых встреч!